Всем привет! Ты почему опаздываешь? Я заскочила в Сбербанк за заимферизационным чеком. Там ужасная очередь, но я получила. Хотите взглянуть? Ой, а свой-то я еще и не взяла. Не волнуйся, их будут выдавать еще три месяца, так что не спеши. Если ты получишь его через месяц, ничего не случится. А я слышала, что не все их дают. И не во всех банках они есть. Успокойся, мам. Естественно, в начале будут проблемы. Тут нужно распространить более 150 миллионов чеков. Ну и что ты собираешься с ним делать, дочка? Честно-то я еще пока не знаю, пап. Пусть полежит, а там посмотрим. Я собираюсь продать свой, как только получил. Деньги всегда пригодятся. Да, в Сбербанке мне уже предлагали продать. Не спешите продавать. Если их хотят купить, в этом действительно что-то есть. Надо бы разузнать. Интересно. Где это мы разузнаем, а? Следите за дополнительной информацией по приватизационным чекам на телевидении, по радио и в прессе. Здравствуйте. В России идет народная приватизация. Цель ее – передать государственную собственность людям. Каждый гражданин России получит свой приватизационный чек. И судьба каждого чека важна для всех нас. От того, как вы распорядитесь вашим собственным чеком, будет зависеть и то, какую пользу приватизация принесет лично вам, и то, какую пользу она принесет всей российской экономике. В нескольких словах трудно рассказать все, что нужно знать о приватизационных чеках. Поэтому в ближайшее время в ведущих российских газетах мы начнем публиковать детальную информацию о них. Объявления будут выглядеть примерно так. Мы просим вас, найдите время прочитать эти объявления. Они точны, они помогут вам сделать правильный выбор. Спасибо за внимание. Взрыв может сотрясти страну в любую минуту. Фитиль горит опасно быстро. Имя бомби – гиперинфляция. Она угрожает всем нашим недавним приобретениям, частным предприятиям, приватизированным домам, фермам и хозяйствам. Гиперинфляцию нужно остановить. Ваш народный депутат должен знать, чем вы рискуете. Перерубим вместе фитиль. Приватизация – вот единственный выбор. Переход к рынку опасен, как прогулка в незнакомом лесу. Мы чувствуем опасность, но зашли уже слишком далеко. И вот когда мы уже на полпути, по нашему следу пошел опасный хищник. Имя хищнику – гиперинфляция. Она угрожает всем нашим недавним приобретениям, частным предприятиям, фермам, приватизированным домам и квартирам. Гиперинфляцию нужно остановить. Приватизация – вот единственный выбор. во всей России – приватизация. Вместо ваучера будет акция. Будет впервые во все времена Твоей и моею наша страна. Твоей и моею Твоей и моею Думает, куда вы чекчик положите? Ну я, домой. Ну, мальчики, мне пора на аукционы идти. Приватизация. Чековые аукционы начались. Дайте вашим надеждам на будущее шанс. Чековый аукцион московской кондитерской фабрики «Большевик» состоится с 9 по 24 декабря. Справки по телефону – 198-90-05. А я вашу пешечку приватизирую. Помогла вам ваша приватизация? Кому она еще помогала, эта приватизация? Сначала коллективизация, потом индустриализация, а теперь еще одна – ация. Какая между ними разница? Во всех акциях у тебя что-то забирали, а здесь тебе, старому пленю, что-то дают. А если мне что-то дадут, то уже не отнимешь. Правильно, деточка. Так в приватизации, что твое, то твое. Объясни дедушке. Проиграл ты, брат, по всем статьям. Вы готовы стать хозяином акции? Тогда выбор за вами. Аукционные центры организованы по всей стране. О, тут каждый шаг, каждый ход важен. Возможности много, а король один – как ваучер. Вот ты говоришь, акции, акции. А на что мне эти акции? На хлеб ты их не намажешь, а потом сама скажешь. Что возился, возился старый пень. Он люди за ваучера акции покупают, значит, дело стоящее. Ну, пойду на акцион, куплю тебе акции. Для победной комбинации. Давай чайку попью, акционер. Вы готовы стать хозяином акции? Тогда выбор за вами. Аукционные центры организованы по всей стране. Он есть у каждого, и каждый думает, что с ним делать. Самое разумное – вложить чек в акции завода, сельхозпредприятия или в торговлю. И помните, чек – это не деньги, а подтверждение вашего права на долю бывшей государственной собственности. Акция может стоить гораздо дороже. Приносить регулярный доход, который будет расти вместе с ценой самой акции. Время – деньги. И время будет работать на вас с того момента, как вы используете свой чек по его прямому назначению. Вы готовы стать хозяином акции? Тогда выбор за вами. Аукционные центры организованы по всей стране. Скоро в этих городах пройдут чековые аукционы. Он есть у каждого, и каждый думает, что с ним делать. Самое разумное – вложить чек в акции завода, сельхозпредприятия или в торговлю. И помните, чек – это не деньги, а подтверждение вашего права на долю бывшей государственной собственности. Акция может стоить гораздо дороже. Приносить регулярный доход, который будет расти вместе с ценой самой акции. Время – деньги. И время будет работать на вас с того момента, как вы используете свой чек по его прямому назначению. Чековые аукционы начались. Вы готовы стать хозяином акции? Тогда выбор за вами. Чековый аукцион Московской кондитерской фабрики «Большевик» состоится с 9 по 24 декабря. Справки по телефону 198-90-05. Субтитры создавал DimaTorzok Приватизация идет по всей России. Вы готовы? Тогда выбор за вами. Приватизация 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 Ваш ваучер, это ваш выбор, ваше будущее. Приватизация. Что об этом думают россияне? И мне кажется, если молодое новое поколение начнет работать в этом направлении, то только этот путь возможен для того, чтобы мы встали наконец-то и были достойной страной. Я вложил свой ваучер в акции своего предприятия. А куда же? Куда же иначе? Наша мечта иметь собственный клуб. Собственный, собственный клуб. Спортивный. И мы работаем в этом направлении. Я считаю, что это положительный момент в нашей жизни. Вообще это дела в гору, что называется. Поезд оставить нельзя. Если он уже пошел, то его уже не остановишь.